Приветствую вас! Давайте мы с вами для начала скажем, что ваш вопрос можно разделить на две части. Итак, первая часть это расставание, собственно говоря, и вторая часть это предательство. А дело в том, что именно расставание вам пережить можно будет только тогда, когда вы сами для себя выявите такой аспект, как зависимость от этого человека. Дело в том, что если вы не можете опустить мужчину, это значит, что он вам для чего-то нужен. Значит, что он удовлетворил какие-то ваши желания. Это значит, что он давал вам что-то, чего вы, условно говоря, сами получить не можете. И именно поэтому, потому что вы находитесь в зависимости от молодого человека, от мужчины, у вас и присутствует такая проблема, что вы не можете его забыть. Он вам нужен, а потребности удовлетворить свою, которая вот у вас есть, которая у вас имеется, да, и которую удовлетворял этот молодой человек, вы не можете. То есть, с расставанием вы что-то потеряли. И вот это вот что-то потеряли, как раз таки и мешает вам перейти до расставания нормально, адекватно. То есть, следующий важный момент. Это предательство. Ну, по предательству мне бы хотелось сказать несколько иначе. Проблема предательства, она тонка тем, что его сложно осознавать. Вот сложно осознать, что в действительности предательство, предательство человек может в прямом, в наиболее правильном, верном смысле этого слова только тогда, когда после предательства он искровенно жалеет о том, что сделал. Скажите, пожалуйста, теперь, когда мы с вами вроде бы как, я надеюсь, смогли определить вот этот вот, ну, вот этот момент, связанный с предательством, да, ваш молодой человек, ваш мужчина, с которым вы расставитесь, он жалеет о том, что сделал. Он раскаивается в том же, что предал вас? Ну, наверное, нет. Раз вы до сих пор не с ним, и раз вы не можете пережить, образно говоря, расставание с ним. Мужчина не раскаивается. А раз мужчина не раскаивается, значит и предательства никакого не было. Почему? Потому что человек действовал исходя из своих интересов. Для него эти интересы были на первом месте. И он действовал именно только в соответствии с ними. Все. Больше у него не было никаких целей. Но вы подумали, решили, увидели, не захотели воспринимать этот факт, что молодой человек в действительности не совсем тот, кем вам видится. И из-за этого возник диссонанс. Из-за этого возникло разделение. Разделение образа реального человека. Отделение образа реального человека. От образа того, который есть у вас. Вы представляли себе одного мужчину, одного человека. А в итоге оказалось, что это совершенно другой человек. Человек-человек, который не так сильно и заботится вашим благополучием, вашим счастьем и так далее. И вам нужно понять, что предал вас, не он. Предательства никакого не было изначально, если человек не жалеет о том, что сделал. Были просто свои интересы. У мужчины просто были свои интересы. Которые на какой-то момент времени совпали с вашими. И все. И когда вы думаете, что он вас предал, то это, к сожалению, не совсем так. В действительности мужчина вас не предавал. Но это вам кажется, что он вас предал, потому что тот образ человека, который есть у вас в сознании, конечно же, такое действие, как вот, как то, что совершил мужчина, воспринимается как предательство. Давайте подумаем. Если бы человек был именно тем, кем вы его себе представляли, именно тем, кем вы его видели, он бы вас предал? Вряд ли. Почему? Потому что человек, который вы видели, желал вам в шахте, желал вам всего самого лучшего, желал вам добра и никогда бы не пришлось вам боль. А раз боль есть, раз боль имеется, ну, значит, тогда, простите, вы ошиблись в том, что это за человек. Теперь дальше. Вы пишите, что вы не можете забыть хорошее. То есть, вот, у вас в сообщении, у вас в сообщении есть такая фраза, что вы не можете забыть все хорошее. Вот эта вот фраза, она, прошу прощения, немножечко странная. Вы не можете забыть все хорошее, и поэтому вы до сих пор тоскуете по человеку. А вот мне показалось, что вы не все хорошее, как бы не можете забыть, а вы не можете забыть то, как мужчина прервал вас. Конечно, могу в этом ошибаться. Давайте подумаем. А что было? Что такое из себя представляло то хорошее, что вы не можете забыть? Давайте разберемся с этим, особенно если вы не можете до сих пор отбыстрить человека. Когда мы поймем суть того, что хорошего было в отношении для вас, при условии, что человек оказался не тем, чем вы его видели там и так далее. Вот, когда мы поймем это, очень легко станет понять, как вам помочь, чтобы вы как можно быстрее освободились от него и начали жить дальше. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать. Конечно, я хорошо понимаю, что, наверное, вам предстоит работа со специалистом для того, чтобы, ну, как-то разобраться в том, вот, что же вы все-таки хотите, чем же все-таки удерживал вас мужчина, да, чем он все-таки вас привлекал. и это действительно работа, работа с вами. Это работа, которую, ну, ведет, ведет специалист, ведет психолог, если вам кажется, конечно, если у вас будет желание этим заниматься. Ну, а самостоятельно вы можете сделать пока попытки вот как раз в те направления, под тем направлениям, которые я вам сказал. То есть именно именно в этих, в этом контексте в... Позрочение. Именно в этом ключе вам нужно двигаться для того, чтобы решить твою проблему. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку Помогу, если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего доброго и удачи